что неудобно рыбаку удобно рыбе под спиннинги все это прям сразу полный комфорта народ всем привет сегодня у нас очень интересное и занимательное видео потому что мы приехали всей семьей на выставку охоты рыбалки 24 очень прям хотелось нам походить посмотреть что-то увидеть новенькое что-то посмотреть поэтому вот такой выходной мы решили провести так что погнали и смотреть на выставку выставки это министерство спорта и туризма республики беларусь аплодисменты национальное агентство по туризму республиканское унитарное предприятие белый экспо благодарим всех участников и гостей выставки и традиционно подготовили подарки для самых внимательных и первый вопрос внимание готовы готовы какая по счету выставка отдых вот вы были на первые хорошо подходим ко мне выходим на сцену быстрее 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 это наши партнеры это наши партнеры это нижний новгород поприветствуйте пожалуйста выиграет вот такой портфель там все все что нужно для того чтобы путешествовать по республике беларусь поэтому мы вас ждем всегда на наших выставках и на нашей нашей территории наших прекрасной страны спасибо спасибо аплодисменты ну что следующий вопрос готовы серьезный вопрос подумайте так внимательно подумайте сколько сторон приняло участие в выставке кто сказал осень на сцену пожалуйста 8 у ее объект представлен на выставке разделе промышленного туризма Быстрое название расшифровать тракторного завода. На выставке Тёма это трактор. И давай выходить. Кто что приехал смотреть, а мы на трактор, да? Ну что, вот и наша выставка в Беларуси, рыбалки и охоты, в 2024. Участвовали в викторине, ничего не выиграли. Это аппарат нормальный такой, да? Прикольненько. Под спиннинги всё. Ну это прям сразу полный комфорт, да? На себя просто это. О, моему трущик 4 года уже отходил и нормально. О, 3100 стоит. Ну что, в принципе, за 1280. За 1280 нормально. Жёсткий трактор, нет? Подслание особо, мне кажется, удобное. Вот якорная система прикольная, вот это вот. Надо посмотреть, да на работе идёт. Нашли лодочки Амазония Пиранья. 3,10 и дешевле, можно в рассрочку. В принципе, тоже неплохая. И тут уже более, тут складная слань. Ну прикольно. На 3 человека. Вес 41 килограмм, даже легче той. Ну вот прикольный вариант. Ещё и гарантия на 3 года. Опа. 310. Стоимость тоже 2000. А чем они отличаются? Ну, только это покрасивее, мне кажется, немножко. Ну вот, неплохой вариант. Кто надумал, что это за ПВХ, тут пишут или нет? И это, кстати, белорусская лодка белорусского производства. Клин, прикольно. Ну вот здесь сразу с лафета. Стоимость. Лафета, так понимаю. А, нет, это вот лодка 7500. Прикольно. Комплектация. Хайди. Ну, ты тоже классный вариант, блин. Баллоны здоровые. Ой, на 4 человека. Это алюминий варит. Ага. Вот это прикольное такое. Есть просто лодки. Это белорусские шлотки, да? Старается толще взять. А если складывать, то толще, потому что складывать сверху. Да, да, это я согласен. Ну, у нас немножко древненькая лодочка, фрегатик. Знаете, не знаете. Да, конечно. От чего? Вообще-то 4000. Ну, он там и входит. Опа. Ходили, бродили. И нашли красивую удочку. Спиннинг Кайда. Что за она? 2,18. 2,10. Вообще плюшка. И всего лишь 90 рублей. Ой, какой строй приятный. Блин, вообще красивая. Еще серенькая такая. Ну, это карбон 50T. Класс. Возможно, еще под походами и приобретем. Как раз нам нужен такой тест. Вот форельку. Что это у нас такое? Кайда над 500. Детский вариант катушки. Ну, правда, конечно, да. Прям совсем на любителя. Слушайте, классно сидят вообще. Ну, прикольно, конечно. Малому собрать, спиннинг поставить. Ой, какая она. Только с кнопом что-то не то. Что-то слабенько крутится. Ну, в принципе, может потом разработаться. А так, конечно, ход у катушечки плавненький. Ну, наверное... Блин, прикольно. Ну, короче, выбирайте, снимайте вот этот тест. Ну, не дай его, конечно. Так, давайте... Ну что, народ, немножко мы пробежались по выставке. Ну, и хочется заметить, что прям именно рыбалке мало уделено внимания. То есть мы нашли только два ларечка с лодками стел. И представители Кайды приехали. Ну, в принципе, будет маленькая вставочка. Меня там заинтересовало два спиннинга. Ну, больше, конечно, они заинтересовали, наверное, внешне, а не именно материалы. Внешне они, конечно, классные. И тест как раз подходящий, который я себе хотел. Классика. Что неудобно рыбаку, удобно рыбе. Мне хватает оснастки. То есть под них оснастку сделать не сложновато. Это мусорная работа. Ну, вот у меня похожую делали. Под форельку мы пробовали. Здесь скидка 20%. То есть 20%. Смотря что, из мелкого по 15% сделаю. Ну, а какой? Вот на окуня, например. На окуня. Да. С этой серии. Или вот этой. Вам проще будет работать. Каждый пинкер имеет свое... А что по проводке лучше? Вот потому что я пирас, реально. Я особо в принципе просто не... Самый простой вариант. Пускайте на одну подкидываться. Просто подбрасывайте, подматывайте. Если ухоль толще воды, тот же принцип. Можно обычная проводка с паузой. Он имеет свою игру в воде, посмотрите, все более светлые проводки. Если сделаете паузу, он сыпется. Ломается, сыпется. Вот эта модель тут можно... Ну, то же самое принцип, но еще можно добавлять к клюжок. Клюжок с лепестком. Ну, давайте какой-нибудь на локуня. На ваш взгляд, на цвет. Вес какой-то. Так. 8. Какие бивеса есть? Да, ну, глубина, ну, как минский, как обычно, что-то. Давайте... Смислась, речка? Ну, лучше ориентироваться, ну, наверное, лучше Минское море. Там где-нибудь сбой с берега побросать. Ну, вот. Какой бивеса вам где-нибудь? А, на спине к тесту? А, есть разные. Есть разные. Ну, вот так, с берега чем кидается? Если же головки и резины. Тоже зависит от места, но так, в принципе... Ну, в основном, мне, конечно, я люблю нарвать. Наверное, нарвал 21 грамм. Он, в принципе... А так, у меня фаворит 2,10. Который, то есть, в принципе, все зависит от того, как я в ветер попадаю и как там что. Вес приманки. Ну, давайте 8 грамм. 8 грамм. Давайте. Вот смотрите. Они в УФ... Вот это вот моделька середнего... Это классика по Японии, единственное, тут чуть больше голова за кашу. А так это, ну... У меня вот это прям запало. Я сразу сгадиваюсь. Вот такую хочу. Что вы купили такое? А с чем он? Отлично. Сколько? 20, да? Да, 20. Все. Все. Ни хвоста, ни чешуй. Вот. Отлично. А то в прошлый раз мне удачи пожелали на рыбалку и... И пол. Угнение разделились. Некоторые говорят неправильно. Ни хвоста, ни чешуй. Я привык. А я всем наоборот не хвоста, ни чешуй. А вот именно когда удачи желают, я такой, все. Говорю, сегодня мы можем возвращаться. Консервы там. Идем вперед. Я вот на консервы, я иногда... А, ну да, многие же точно не едят там за сутки рыбу. Ладно, все, спасибо. Ну что, ребята, вот мы и посетили выставку. Выбрали себе вот такую... Решили вместо лодки купить рактор. Решили, что очень скучно нам ездить. Очень скучно нам ездить. Оп, хотели аварийку, купить не получилось. Ну, и в принципе, наверное... Сейчас найдем более уединенное место. И запишем концовочку. А так, в принципе, на сегодня... Все? Как-то так? Оп, оп, оп. Главное не упасть. Ну что, народ, вот и прошли мы полтора часа по выставке. Как раз так получилось, что и сама выставка сегодня закрывается. Так что мы пришли, как говорится, на финишную прямую всего. Что можно сказать о этой выставке? Интересно, прикольно. Много всего посмотрели. Но, к сожалению, мало мы посмотрели, что связано именно с рыбалкой. Пообщались с интересным представителем. Блесенок приобрели себе, кстати. Блесенку вот такую. Ну и попробуем половить на нее окуня. А так, надеюсь, что вам все понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok